всех приветствую на своем канале все-таки выдался хороший денек хорошая погода я снова на даче и сегодня сниму что-нибудь интересное при своей дачной жизни со своего участка и вот о чем я сегодня хотела рассказать сейчас я стою у основной части скажем так своего плодового сада это яблони и груши и две черешни и что я хочу показать хочу показать как важно учитывать дистанцию между деревьями при их посадке когда мы покупаем саженцы естественно они очень маленькие там два года три года и абсолютно не верится что они могут разрастись до каких-то на размеров чтобы начать друг друг другу мешать кронами ну и собственно говоря 10 лет назад я была еще вообще нулевым скажем так дачником начинающим и мне тоже так казалось что такого что страшного да если я их посажу допустим чуть поближе ну вот я сейчас вам хочу показать вот это вот груша ну она в принципе до ровесница моей дачи то есть где-то там 9 10 лет и рядом на таком расстоянии посажена калина и посмотрите что происходит то есть естественно они друг другу мешают кронами я уже грушу и обрезала и калину пыталась обрезать но калина разрастается очень сильно не думала я что будет такой мощный даже не куст а это дерево к деревенистый кустарник да и соответственно калина уже мешает груша поэтому поэтому в общем я сознаю что вот это такая моя ошибка и надо что-то с этим делать и придется мне сейчас вот эти вот стволы вот эти просто отпилить оставив ее вот эту одну часть другого выхода нет совсем отсюда мне и убирать конечно жалко потому что сажаешь собственными руками совсем выпиливать но к сожалению груша надо больше места бесконечно ее кроны я тоже резать не могу поэтому сейчас буду выпиливать ну и обязательно потом покажу что получилось так ну вот показываю что получилось как и говорила срезала вот эту часть правда одну ветку оставила потому что она отходит другую сторону и мешать не будет так сейчас отойду покажу теперь калина выглядит таким образом вот груша в принципе у груши появилось место для маневра в эту сторону и ну хотя бы на какое-то время я думаю что им будет посвободнее но вообще конечно таких ошибок лучше не совершать что кто только начинает заниматься дачными делами имейте ввиду как говорится соблюдайте дистанцию между деревьями сейчас я нахожусь рядом со своей хвойной клумбой и хочу показать вот это последнее скажем так растение в моем саду который я укрыла укрыла тую тэдди горную сосну так тут у меня туя желтой хвои елую риббон я ее плюс еще связала и потом также накинул лутрасил и рядом с ней находится коника также укрываю потому что высажена как бы первый год после посадки первая зима и и будет в открытом грунте поэтому переживаю и решил укрыть это можжевельник можем так ноунейм купленные в леруа вы куплены и просите в обе в обе конечно же как воина просто хвойное растение без названия также укрываю и шаровидная туя даника есть у меня такой старый дырявый горшок просто накрою сверху в принципе одну зиму она зимовала уже нормально просто боюсь чтобы не развалило снегом и не сожгло весенним солнцем так что по поводу укрытие роз вот прошла неделя с тех пор как я накинула его все стоит нормально и сегодня так как я в общем то не знаю когда приеду следующий раз я уже закрываю торцы опуская торцы я покажу и значит прикрепляю к земле лутрасил вот такими электродами очень удобно так ну и соответственно плетистая роза также уже укрыта полностью закрыта при шпиле на земле еще что я решила укрыть это вертикальный можжевельник также этот год посадки центре предполагаемого розария который находится просто накинул него утрасил и связала чтобы его не развалило снегом ну и также опасаясь ожогов ну так вот остается зимовать моя гортензия укрывная то есть сверху я подготовила такую пленочку накинула а под ней стоит деревянная деревянный каркас конструкция и внутри она обмотана несколькими слоями утрасила еще такое не знаю как знать как войлок сверху просто кирпич для надежности чтобы ничего не унесло ветром посмотрим ни разу мне не удалось добиться ее цветение пока хотя ей тоже уже лет восемь вот за весну за лето отрастает огромный куст но к сожалению эти цветочные почки сохранить мне никак не удается но я не теряю надежды ну что дорогие друзья на этом я буду наверное заканчивать свое такое коротенькое видео всем вам желаю здоровья удачи хорошей погоды еще хотя бы на какое-то время и увидимся с вами следующих видео всем пока